Отец, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Спасибо Тебе, что через жертву Твоего Сына мы являемся наследниками Твоего Царства. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Дух Святой, я молюсь о том, чтобы сегодня весь этот зал был наполнен атмосферой Царства. Наполни всех нас. Господь, наполни всех нас. Наполни всех, кто нас смотрит. Всех, кто находится здесь. Пусть Твоя слава, она опустится на это место. Во имя Иисуса. Знаете, в Марка, в пятой главе описана одна история. Я ее прочитаю. Пока Иисус еще говорил, пришли люди из дома начальника синагоги и передали Ему. Твоя дочь умерла. Зачем еще беспокоить учителя? Но Иисус, не обращая внимания на их слова, сказал начальнику синагоги. Не бойся, только верь. Я думаю, что если бы сегодня мы были на месте этого человека со своими проблемами, если бы мы пришли к Иисусу и сказали, Иисус, помоги мне, то Иисус сказал бы то же самое. Не бойся, только верь. Что может быть ужасней, чем потерять ребенка, свою дочь? Его дочь умерла. И вот это не просто грипп, это не просто надо деньги на квартиру, это смерть ребенка. И вот представьте, в этой ситуации Иисус говорит этому человеку, не бойся, только верь. Я думаю, если бы мы подошли к любому человеку, он бы сказал, я сочувствую тебе. Это такая большая потеря. Я сочувствую тебе. Давай помолимся, чтобы Бог утешил твое сердце. Но Иисус сказал, не бойся, только верь. Потому что у Иисуса всегда есть выход. У Бога всегда есть выход для наших ситуаций. И поэтому то, что ты сейчас проходишь, если ты посмотришь на Иисуса, ты услышишь то же самое. Не бойся, только верь. Причина, почему ты должен не бояться, заключается в том, что последнее слово всегда остается за Богом. В твоей ситуации. Он тот, кто может разрешить все. И поэтому тебе нельзя бояться. Необходимо верить. Что самое интересное в этой истории, когда к Иисусу подошли люди, вернее, когда к человеку подошли люди и сказали, все напрасно, все, не тревожь учителя. Она умерла. То написано, что Иисус, смотрите, тут сказано, Иисус не обращая внимания на их слова. Давайте скажем, не обращая внимания. Он игнорировал факт, потому что он знал, что существует сила Божья. Что происходит с тобой, когда ты видишь факты? Игнорируешь ты их наличие или ты все-таки соглашаешься с этим? Принимаешь это? Иисус игнорировал это, потому что сила Божья может воскресить даже мертвого. И поэтому сегодня наша задача, братья и сестры, это не бояться. Это верить и игнорировать факты, которые сегодня существуют, диагнозы, которые сегодня существуют, проблемы, которые сегодня существуют. Это не значит, что их нет. Они могут быть, но нам нельзя обращать на них внимание, потому что в нашем сердце должна быть вера. И поэтому давайте сейчас помолимся. Я пришел, чтобы ободрить вас в этом, чтобы наши руки продолжали держаться, чтобы наша вера, она оставалась такой же сильной и горящей, потому что у Бога последнее слово. Он скажет проблеме исчезнуть, и она исчезнет. Он разрешит любую ситуацию, но наша задача – это верить. Давайте помолимся. Господь, я хочу верить. И вот в мое сердце, прямо сейчас я принимаю решение, что я не буду бояться. Я игнорирую то, что восстает против меня, потому что я знаю, что ты можешь принятие ответ в мою ситуацию. И поэтому сегодня я говорю, что моя ситуация, она изменится. Я верю, что моя ситуация изменится. Я верю, что ты все еще остаешься моим Богом. Я верю, что ты все еще простираешь руку в моей жизни. Поэтому я отказываюсь бояться. Давайте скажем, я отказываюсь бояться. Я принимаю решение верить сегодня. Я принимаю решение верить. И поэтому с верой я говорю, что всякая проблема в моей жизни пусть будет разрушена во имя Иисуса Христа. Отступи. Болезли это – отступи. Не считали это – отступи. Во имя Иисуса Христа. Пусть придет ответ в мою жизнь, в мою ситуацию. Во имя Иисуса. Я провозглашаю ответ. И благодарю тебя за этот ответ. Во имя Иисуса Христа. Давайте найдем кого-нибудь еще и помолимся за этого человека. Просто возложите руки. И давайте помолимся с верой. Давайте скажем, во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю ответ в твою жизнь. Брат или сестра, я молюсь, чтобы твои руки не опускались. Я молюсь, чтобы ты оставался человеком Божьим. Я молюсь, чтобы в твоем сердце горела вера. Я молюсь о том, чтобы ты помнил о чудесах Божьих, которые были совершены для тебя. Я молюсь о том, чтобы ты оставался Божьим человеком, человеком веры во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим Богу большую славу. Помните, что то, что невозможно для человека, остается возможным для нашего Бога. Давайте кому-нибудь это скажем. Скажите кому-нибудь то, что невозможно для меня, возможно для моего Бога. Поэтому я не буду бояться. Я не буду бояться. Я остаюсь в вере. Я все еще верю. Я все еще верю. Я все еще остаюсь верить. Аминь. Аминь. Давайте Богу дадим большую славу. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok